Добрый вечер! У эфиры программа «Новины ты дня». У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. Модернизованный комплекс по вытворчасти органичных удобрения у Сапрапеллю открыли в Житковицком районе. На приканцах этого года у Гомелли начнет работать новый швейный цех. У областного центра прошел финал республиканской акции Министерства внутренних справ «Сямья служим разом». На пытании нашего корреспондента Ганны Ковалева из нагоды Международного дня авиадиспетчера отказал супрацовник службы поветренного руху Гомельского филиала «Бел Аэронавигации». А зараз обгэтым іншым больш падрабязна. Модернизованный комплекс по вытворчасти высокоэффективных органичных удобрения у Сапрапеллю открыли в Житковицком районе. Гэта проект один из 23 реализуемых у межах программы «Садзенья пероходу Республики Беларусь до зеленой экономики». Урочистый запуск модернизованной вытворчасти отбылся на базе предприемства «Житкович и Химсервис». У делу мероприемствия приняли представники Европейского Союза, программы развития ААН и дипломатичных миссий. Подрабязня об гэта и інших паддеях у экономичной маглядзе Марыны Северьяновой. Сапрапелли – гэта комплексная органа минерального удобрения, якой утрымлевая усе корыстные речевы, необходные для развития рослин. Яго применяються для повышения уродливости глебы. А кроме того, сапрапелли экологично чистые и лёгко засваиваются рослинами. Галяна их применение – выкористание у якости удобрения и кормовых добавок первотворчасти комбикармол. Основные спожилцы – предприемства агропромыслового комплексу. Поставляют такое удобрение и угандлёвую сетку. Другой значной нишей для реализации продуктов сапрапелли является нафтогазовая глина Беларуси, России и краин Евросоюзу. Это поможет озеру, которое, как мы видим сегодня, немного заросло и очень мало воды, осталось, я так понимаю, всего 40 сантиметров воды, глубина озера, поможет стать более чистым. Кроме того, с этим оборудованием было создано 5 рабочих мест, для района это очень важно. Уменьшилось на 30% затраты на добычу сапрапеля, но самое интересное, что в этом во всём была использована зелёная технология. Резиденты, которые оселита пошли свою деятельность в свободной экономичной зоне Гомель-Ратон, плануют инвестировать в реализацию властных проектов свыше 12 миллионов долларов. С початков года администрация зарегистровала 5 новых резидентов, улику яких представники Беларуси, Украины и прибалтийских держав. Так, на днях регистрационные документы отримало Гомельское товариство «Белань-Плюс», якое наладить вытворчность новых декоративных утепляльных материалов, термопанелей «Белань». Кошт проекту около 2 миллионов евро. Вся продукция, которая производится на территории свободной экономической зоны, она экспортоориентированная, потому что льготы по налогам, которые предоставляются нашим резидентам, они предоставляются только на ту продукцию, которая поставляется на экспорт. Естественно, каждый учредитель, бизнесмен, который здесь работает, он хочет получить, чем больше льгот хочет получить, тем больше экспорта поставить. Сейчас где-то частные компании, они поставляют до 90%, некоторые 100% продукции на экспорт. Ряд позиций, они производятся не только на территории Республики Беларусь, но и на постсоветском пространстве. На приконцах этого года у Гомеля почне працавать и новый швейный цех. На кераванность – выруб шахло для мягкой мебли. Вытворчность организует предприемство «ДЛКМ-40». Яноз является датчинной компанией ведомого польского вытворца мягкой мебли и матраса «УКМ-40». Летой стала резидентом свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Предприемство шукало пляцовку для организации новой вытворчасти на протягу пяти годов. До речи, гомельское подразделение компании – другое со створенных у свете. Еще одно находится у Америцы. «ДЛКМ-40» разместится на базе былой пляцовки завода пусковых руховиков. Спочатку плануется освоить выпуск шахло для мебли, потом поширить штат и приступить до вытворчасти креслов и матрасов. Первый шаг, который мы хотим сделать – это запуск швейного цеха, который мы планируем до конца года. В самых радужных мечтах мы хотим его запустить в ноябре этого года. Для этих целей мы набрали уже 36 швей, которые будут работать на этом первом нашем объекте, который мы запускаем. Фактически это будет швейный цех, но целью этого швейного цеха – это будет отработка работы швей. То есть такая небольшая школа для швей, которая будет учиться производить чехлы на первом этапе для мебели, которую мы будем делать в Польше. Если посмотреть за моей спиной, то это образцы мебели находятся, которые мы делаем сейчас. А первый образец, который мы будем шить – это чехол на это кресло. На наступном тыдне на предприемство доставить обсталявание и одразу начнется его монтаж. Керовниство вытворчасти обещает, что вся техника будет автоматизованной, зручной и высокопродукционной. Новая редакция закона об занятости насильства Беларуси уступает силу с завтрашнего дня. Она накеравана на развитие и поддержку высокой мотивации беспрацовных до активного пошуку працы. Узмацнение отказности такой категории грамадян и наймальников за притримливание законодавства об занятости насильства. Новации тычатся не только с уискальникам и наймальникам, а и службы занятости. Что до обовязков беспрацовных, то и они повинны самостоятельно шукать працу, а так само з'являться на перемовы с наймальником на протягу двух дней с дня выдачи отповедного накеравания. Удвоя скорошенный и максимальный термин находжения на улику в службе занятости – с 36 до 18 месяцев. Сирот инших нововведений – продоставление беспрацовным право на садение державы у небыти в опыту практичной работы у ответственности затриманной профессии. Это позволит повысить конкурентность и в дальнейшем повеличить шансы на працеулаткование. Такое право будет расповсюджываться и на женщин-мате, которые протяглый час не працевали в связи с доглядом детяти в возрасте до трех годов. На этом тыдне свое профессийное свято значили авиадиспетчеры. 20-го кастрычника 55-го тому была створена Сусветная Федерация Ассоцияции Авиадиспетчеров. С прославником этой незвычайной профессии сустрелася наш корреспондент Ганна Ковалева. Про свою цикавую и непрадказальную справу рассказал намесник начальника службы поветренного руху гомельского филиала БелАэра Навигации Виктор Драбышевский. Виктор Михайлович, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Анна. Виктор Михайлович, вопросы пока подождут. Первым делом хочу вас поздравить с профессиональным праздником, пожелать, конечно же, чистого неба, как и на вашем жизненном пути, так и над взлетно-посадочными полцами, признания вашего труда, крепкого здоровья, ну и, пожалуй, удачи во всех ваших делах и начинаниях. Спасибо вам большое. Итак, расскажите нам вначале, пожалуйста, вот сколько уже лет отдали этой профессии и вообще с чего все начиналось в вашей жизни? Все начиналось еще с моего детства, так как мой отец был военным. Он был связан с авиацией. Я еще понимал об этом с детства, так как был у него на рабочем месте, где выполнялись полеты. И хотел поступать на летную профессию. Я уже понимал, куда я шел, на что соглашался. И решил стать диспетчером. Поступил в Киргоградское летно-штурманское училище, которое закончил в 1977 году. И с 1977 года по настоящее время я связан со службой воздушного движения и работаю в службе воздушного движения. На данный момент это где-то 39 лет. Ну, очень большой срок. Я так полагаю, что за этот период наверняка были какие-то неординарные, может быть, даже экстренные ситуации в вашей работе? Были ситуации экстренные, сложные метеорологические обстановки, когда у экипажа отказывали локаторы на борту, нужно было помогать экипажу. Были разные случаи. Но Бог миловал более таких тяжелых. А такие нештатные ситуации были и не раз, можно так сказать. Ну и вот каково это, расскажите, по ощущениям. Что испытывали в тот момент? Или, может быть, чувства вообще отключены и работает только холодная голова? Первое, когда мое чувство было такое, когда попал в стрессовую ситуацию, было вот как холодный душ. Тебя окатили в холодную воду, и язык онемел. Потому что нужно было что-то говорить. Потом, когда входишь, начинаешь работать, и это уже начинается твоя обычная, обыденная работа. И вот такая стрессовая ситуация, но ее нужно просто перебороть. Это приходит с опытом. Расскажите, пожалуйста, ну вот сегодня в Гомельском филиале Белой Аэронавигации сколько работает авиадиспетчеров? Специалистов на данный период работает у нас 23 человека. И плюс еще один молодой, вот только пришел специалист, выпускник Белорусской Академии Гражданской Авиации, который еще не является специалистом, а является только стажером у нас. Общая численность на данный момент составляет 24 человека. Ну, я так понимаю, что все эти сотрудники работают в круглосуточном режиме, так? 24 часа в сутки, в любое время, в любую погоду мы работаем. Виктор Михайлович, скажите, а вот в этом году авиадиспетчерам приходилось ли давать разрешение на экстренную посадку? Нет, в этом году не было такого на экстренную посадку. Но случай, могу, такой вот нештатной ситуации, у нас было года 4 назад, рассказать. Это шло воздушное судно, чартер с Москвы, вроде нас не касалось, на Бухарест, румынский борт. И доложил в московской зоне о большом расходе количества топлива. Нужна была экстренная посадка. И экстренная посадка была произведена в Гомеле, были подняты службы аварийные, все нештатные ситуации. Была произведена посадка. После зарули на перрон и проверки оборудования выяснилось то, что был сбой простого компьютера. Все было на борту нормально, но был сбой компьютера, и данные о топливе на борт поступали неправильно. Пилот, информация пилота поступала неправильно. Это была, можно сказать, нештатная ситуация, потому что были задействованы все службы аэропорта, чтобы борт произвел посадку благополучно. Виктор Михайлович, скажите, вот если говорить в целом, что собой представляет сегодня Гомельский филиал Белая Ронавигация? Общее число работников филиала, я точно не сказать, но приблизительно могу это сказать, это где-то 380 человек, где-то столько работников нашего филиала. И все службы, которые тут находятся, их всего для воздушных судов 12 служб. Ну что же, Виктор Михайлович, спасибо вам огромное, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Спасибо и вам. Пользуясь случаем разрешите поздравить своих коллег всей нашей Белой Ронавигации с праздником международного диспетчера, также как он является международным днем всех диспетчеров, которые связаны с этой профессией. И пожелать молодым специалистам, которые приходят сейчас на нашу смену, чтобы было всегда количество взлетов, должно совпадать всегда с количеством посадок. Удачи им. Пропаганда семейных каштонностей и прикладов самоданного служения грамадству и родиме. У Гомеля подвели выники акции Министерства внутренних справ «Семья служим разом». С организаторами и переможцами сустрелся Алексей Нцерову. Республиканский конкурс «Семья служим разом» все лета прошел в девятый раз. До финала дошли 14 самых лучших. Всярод основных критериев отбора – досыпленованность, отказность и активный удел у грамадского жития своих подразделений. Але, напевно, самая головная – пропаганда семейных каштонностей. Причем для того, как отримать звание лепшей медицинской семьи, необходимо было пройти два этапа. С початку отбор у Минским городским и в осих областных управлениях. Вот им республиканский этап. И усюду у дельники им кнутся доказать, что служба и семья один одного не выключают. Не обязательно они должны служить вместе. Они принимают активное участие в развитии коллектива, в жизни коллектива, дети этих семей. Поэтому наиболее активные, те, которые ведут здоровый образ жизни, показывают пример всем остальным, мы честны на таких мероприятиях. И тем самым показываем пример всем остальным. Сгодно с умовами акции «Семья служим разом» у органов внутренних справ повинен служить как минимум один член семьи. У семьи Семенчика из Гомеля милицейская погона носит муж и жёнка, причем ободва майоры. Вячеслав – офицер дж. аутоинспекции, Вольга – криминально-воконавча инспекции. Скажут, что служба для семьи пирожкодой николи не была. Разные службы у нас с мужем. Он что-то, какие-то свои проблемы говорит, я свои. Он подскажет мне где-то со стороны своей службы, я со стороны своей. И то есть это очень помогает, два сотрудника. У нас нету непонимания. Мы знаем, что если надо где-то задержаться, где-то позже прийти, как бы в этом плане, ну, понимаем, что работа есть работа. Подчас ушанования пероможцев ведучие рассказывают об кожной семье. Особливая увага, захоплением у свободный час. Некто хатни росли на выросшую, некто замежная мова выучая, некто занимается ландшафтным дизайном на дачных участках. Али у любым выпадку уголовная увага, выхованию детей. Миколаю Костюченко зараз 10 годов. Не глядячи на то, что батька, подполковник милиции, с ответственной занятостью на службе, разум я не проводит шматы часу. Мы занимаемся походами, каратэ занимаюсь я. Папа все время меня возит на тренировки. Мы с ним проводим лишнее время, мы ходим на речку, рыбачим. Чем больше семей будут жить в гармонии и сгоди, тем больше гуманным будет громадство. Уручение поддяки Министерства внутренних справ и памятных подарунков переможцам акции «Семья служим разом» повинна еще раз подтвердить прихийность людей в погонах идеалам христианских семейных традиций. У речи служить разом, это за все потребовать один одного, гонориться своей семьей и обранной профессией. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадокомпания «Гомель». У прихожей Ницацки креативные атрибуты хатного интерьеру. Оригинальные речи ручной работы представили на выставе продажи «Модная восень» у Гомелли. Больше подробязно об этой и инших подеях культурного життя региона расскажет Вероника Ворошилина. Выстава «Модная восень» у областных центра объеднала людей, захопленных творчей справой. У вазе на ветвольника у «Гомельской майстри» представили декоративное панно, картины, вышатые ляльки, вязаные вырыбы, саморобное мыло из натуральных материалов и пригожая флористичной композиции у технице «Свитдизайну». Выстава сопроводжалась модными показами восеньских коллекций от белорусских дизайнеров, а так само яскравой вокально-танцевальной шоу-программой. Огромяк ГТВ гостям был пропонован взаимальный майстер-класс по створению декоративных пригоживаний. Дальше, цікавый заняток на «Модной восени» знайшовся для каждого наведольника. За четыре года наши ребята стали не просто членами клуба, это настоящая семья, друзья, которые даже не знают слова конкуренции, они всегда рады друг другу помочь, потому что наше сообщество учит этого, мы общаемся фактически каждый день посредством интернета. На выставке нам не так часто приходится объединяться, но все, что вы сегодня можете видеть, все подготовлено нашими руками, это все альтруистический наш творческий клуб «Чаровные подарунки». На этом тыдне у Палацы Румянцевых и Паскевича отбуйся концерт памяти талиновитого белорусского музыканта и выдатного педагога Ялгена Пукста. За больше, как 30-ти годовую историю своей педагогичной деянности он подрихтовал десятки высокопрофессийных выканауцов, які зараз запотрабованы на розных концертных пляцовках свету. У Гомеля «Творчий вечер» узнак по ваге удячности своему любимому наставнику организовали лаураты международных конкурсов Александр Боровиков и Марина Ромейка. У их выкананий наведольники концерта подшули композиции Людвигаван Бетховена, Иоганна Сабрамса, Сергея Рахманинова. Говорить о нашем учителе, мне не хочется упоминать слово «преподаватель». На самом деле, конечно, он был для нас гораздо больше. Необыкновенно живой, начитанный. У него была дома огромная библиотека, он очень любил книги. И всегда в любом городе посещал такой магазин, как «Букинист», выходя оттуда с огромными сумками книг какими-то сумасшедшими. Вот Марина тут добавит. Да, он, конечно, что мы в нем тоже все очень ценили. Это его потрясающее чувство юмора, неподражаемая лексика, его уникальные педагогические методы. И он был очень демократичным. И всегда очень уважительно относился к своим ученикам, к их мнению, к их интерпретации. С ним было очень интересно. И он, конечно, очень близкий для нас человек. А тем часом у Гомельской городской библиотеки Мягерцы надбылась встреча с владельником Гран-при широкого международных конкурсов Максом Лоренсом. Мероприемство было организовано в рамках реализации проекта «Культурные люди». Головная мета – проведение встреч с земляками, которые достигнули в жизни певных вершин, и могут поделиться своим опытом с молодью. Макс Лоренс народился в Гомеле свой саправдый зорный час с устремл в 2002-м, когда отримал Гран-при на международном конкурсе в Орле. На наступный год еще один Гран-при Максим привез с международного фестивалю мастерства «Славянский базар» у Витебску. Далее, он был первым белорусским выканавцем, который отримал высшейшую знагороду этого конкурса. Почему можно у меня учиться? Гуманности, наверное, дружбе. Прийти на помощь в трудную минуту, неожиданно, постороннему человеку, если он нуждается в этом. Да и просто качество патриотизма хотя бы. Это самое главное, я считаю. Любовь к людям, любовь к родине, любовь к близким своим и творить добро все время. Запросили на цикавую встречу у Гомельскую городскую библиотеку у меня Герцена и аматоров астрономии. Зараз тут реализуется проект планетарой у библиотецы. Тематичные вечарины ладятся под кераунистом краезнауцы члена Союза журналистов СССР, автора шматликих артиклов по истории астрономии и космонавтики у Владимира Ларийонова. Наведвальникам он пропануе подороже позорным небе, разповедая про то, что уявляет собой су-свет, узгадывая разом с присутными досягнений людей, які унесли значный уклад у выучения нашей галактики. Першопожатково проект планетары у библиотецы задумывался деля развития огульного кругогляду подрастающего поколения. Однако зараз у лику ягу удельников заявляется у сего больше студентов и дорослых людей. К сожалению, с одной стороны, не так уж много информации, которая доступна, скажем, среднему человеку. С другой стороны, эта информация очень часто носит или какой-то тенденциозный характер, или люди, которые излагают или пытаются излагать эту информацию, сами порой имеют весьма смутное представление об этом. Но мы помогаем жителям города, читателям, посетителям библиотеки Керцена восполнить, скажем, такой пробел. Вероника Варашилина, телерадояка, ампанія «Гомель». На наступном тыйдне спортивных аматоров чекает шерох цікавых баталей. У «Гомелі» у неделю 30-го Кастричника пройдет открытый международный турнир «Киокушинкан-карате» сакура над Сожжем. Урешті поглядеть будзе на кого. На татамі Палаца гульнявых видов спорту выйдуть лепше спортсмены з Беларуси, Росії, Украины, Казахстана и Башкортостана. Об янших значных спортивных падеях наступных сямидзен расскажет Дмитрий Котау. Футбольные поединки поміж командами Вышайшей і Першей Ліги подыходять до свого завершення. В маснейшем дивизіоні застається уся Гоча Терри Туры. Один і представник регіона Мазірська Славія згуляє у неделю з торпеда «Белас». Команда зараз знаходиться у середзіні турнірной таблицы і має добрые шансы на заховання прописки у Вышайшей Лізі. А у Першей Лізі нас шакає дерби. «Гомель» Жалдар Транс згуляє з футбольным клубом «Гомель». Зелено-белые гарантовали себе выход у еліту, тому головний тренер Владимир Журавель має махчымась поэкспериментовать са ставам. Чемпионат країны по хокею у самым разгаре. У турнірной таблицы починають вызначаться лідеры. Один з їх хокейный клуб «Гомель» ободва своє поядынкі проведзе на выезде. 27-го Кастрышніка вогненый рысі померюються силами з новополоцким химиком СКА, а 29-го з Вітівском. Гэты ж саперніки чакаються хокістів Жлобінського металурга. Яны так сама згуляюць у гостях. У чемпионаті країны по баскітболі сяроджанчын, який толькі стартаваў, «Гомель» сож згуляє з цар Вікторія. Поядына, кад будзіцца 26-го Кастрышніка. А вось у чемпионаті сяроджмушчын працтавнік Гомельська і в області Гацар згуляє з імпульсам. Гэты матчы запарнаваны на 28-я Кастрышніка. Дмитрий Котал, Телерадоя кампанія «Гомель». Вы гляделі інформаційны выпуск Телерадоя кампанія «Гомель». У студы працавала Наталі Ігнатєнка. Усягу вам самага добрага і да новых сустрэчу ефірі. Дякую за перегляд!